МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа Афиша. И я, ее ведущая, Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра в областном театре драмы вы сможете посмотреть спектакль Зойкина квартира по пьесе Михаила Булгакова, режиссер Владимир Бородин. В причудливом пространстве Зойкиной квартиры собралась разношерстная дикая компания. Все они страстно желают любым способом покинуть Савдепию. Начало спектакля в 19 часов. Театр юного зрителя приглашает на спектакль «Василиса Прекрасная». Необыкновенно яркая постановка по мотивам русских народных сказок подарит зрительную встречу с любимыми героями. Василисой Иваном Кощеем Бессмертным. Начало в 12 часов. В городском выставочном зале будет работать фотовыставка «Живи Брянский лес». Она посвящена созданию на Брянщине национального парка «Придеснянский». В экспозицию вошли работы, которые показывают проблемы и красоту Брянского леса. Выставка открыта с 10 до 19 часов. Музей этнографии и ремесел методического центра «Народное творчество» приглашает посетить выставку «Светлый праздник Пасха». На ней экспонируется работа участников первого областного конкурса декоративно-прикладного творчества. Посетители смогут полюбоваться на поделки, сделанные в разных техниках. Витраж, лозоплетение, текстильная кукла, вязание крючком, живопись, керамика, бисероплетение, ковроткачество, батик и другие. Выставка работает с 10 до 17 часов. Киноиндустрия в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами, в том числе несколькими премьерами. Российский мультфильм «Волки и овцы. Безумное превращение в формате 3D». Претендуя на роль вожака стаи и на руку, вернее, лапу и сердце самой красивой волчицы Бьянки, беззаботный волк дурачится и устраивает розыгрыши над сородичами. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Российская музыкальная драма «Все исправить». Беззаботные музыканты вдруг попадают в неожиданную передрягу и оказываются должны очень круглую сумму серьезному человеку. Фильм ужасов американского производства «Сомния». У молодой пары, потерявшей маленького сына, появляется второй шанс на счастливую жизнь, когда они берут из приюта замечательного восьмилетнего Коди. Мальчик очень боится засыпать по ночам. Все дело в необычном даре. Пока Коди спит, его сны оживают. Комедийный фильм в стиле фэнтези «Ловушка для привидения». 11-летний Том встречает очаровательное привидение Хьюго в подвале своего дома. Ему приходится проявить истинную храбрость, чтобы на пару с охотницей за привидениями Хэти помочь Хьюго вернуться к себе домой. Американская комедия «Несносные леди». Фитнес и шопинг, капризные предки, непослушные дети, завистливые подружки, надоевшие бывшие, милые составляющие настоящего женского счастья, а также мужского, если ты – отец-одиночка. И неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Российская приключенческая драма «Экипаж» в формате 3D. За невыполнение приказа молодого летчика выгоняют из военной авиации. И только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Американский боевик в стиле фэнтези «Белоснежка» и «Охотник-2» в формате 3D. Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И лишь охотник не ведает страха. Комедийный мультфильм производства Франции и Бельгии «Эрбензон-Крузо» «Очень обитаемый остров» в формате 3D. Жителям необитаемого острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем, человеком, и вместе с ним пережить массу веселых приключений. Американская приключенческая драма «Книга джунглей» в формате 3D. Непримиримая борьба с тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в опасное путешествие. Боевик совместного производства России и США «Хардкор». Сукружеская жизнь рядом с Эстель – это все, что помнит главный герой после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории. Танцузская комедия «Пришельцы-3. Взятие бастилии». Граф с оруженосцем отправляются в самое сложное для Франции время – период французской революции. 29 апреля весь танцующий мир отмечает свой профессиональный праздник. Всемирный день танца начали отмечать с 1982 года. В день рождения французского балетмейстера Жанна Жоржа Навера, который вошел в историю как отец современного балета. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова